Новгородский тяжелоатлет Фёдор Петров с победой вернулся с Кубка России. Соревнования прошли в городе Старый Оскол Белгородской области. Представитель областного центра спортподготовки поднялся на верхнюю ступень пьедестала в весовой категории 102 килограмма. Татьяна Баркова пообщалась с триумфатором и даже потренировалась вместе с ним. Для тяжелоатлета обычное дело поднять больше сотни килограммов. Сейчас на плечах у Фёдора плюс-минус 58. Фёдор, вам как вообще? Ой, мне по кайфу вообще. Посадить на плечи или просто носить на руках Фёдор Петров может, пожалуй, любую даму. В зале он с лёгкостью поднимает штангу в 140 килограммов. Чтобы достичь таких результатов, тяжелоатлет тренировался 9 лет по 6 раз в неделю. Старый Оскол на Кубок России Фёдор ехал с поврежденным плечом, но пообещал себе выложиться на все 100. И выложился. Спортсмен не только занял первое место, но и поставил рекорд России, подняв в толчке штангу весом 206 килограммов. Да! Спортсмен не только занял первое место, но и поставил рекорд России, подняв в толчке штангу весом 206 килограммов. Держи! Выложились мы на 100%, может даже на 101%, и получили то, что сейчас имеем. Мы одержали победу, все рады. Будем готовиться к чемпионату Европы. Кубок на встречу с нашей съемочной группой Фёдор Петров не принес. Он отдал его своей бабушке, которой им очень гордится. Зато у него осталась медаль. Золото! Золото! Золото, ребят! На самом деле она, конечно, не золотая, но от этого не становится менее ценной. По меркам спортсменов, Фёдор Петров начал заниматься поздно в спортивную школу Олимпийского резерва номер один. Он пришел в 16 лет. Тренер тяжелоатлета Александр Максимов говорит, что он изначально был способным и имел все шансы добиться успеха. Для этого нужно... В первую очередь терпение, трудолюбие, талант. Ну и работа тренера. Не помешало нам ничего всех выиграть. А? Горды? Да, дико крутые мы. Так что пусть все знают. Пусть приходят, нам занимаются. Будем рады. Уже в апреле Фёдор Петров отправится в Москву на чемпионат Европы. А пока надо восстановиться, вылечить плечо и снова приступать к усиленным тренировкам. Татьяна Баркова, Пётр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.